На кадры Маликова накануне совершено нападение. По его словам, это связано с его профессиональной деятельностью и жесткой позицией в отношении ИГИЛ и токферистской идеологии. Как рассказал теолог, двое неизвестных, которые набросились на него с ножом и электрошокером, имели цель физического устранения. С колотой резанными ранами в ул из шеи и лица он был доставлен в Бишкекский научно-исследовательский институт травматологии, где ему сделали экстренную операцию. Сейчас состояние Маликова удовлетворительное, сообщают врачи. Продолжит Нургуль Саматова. Именно здесь, перед домом номер 52, в микрорайоне Асанбай, накануне произошло нападение на теолога Кадыра Маликова. Примерно в 18.45 выйдя из магазина, он обнаружил, что его машина была заблокирована черным БМВ. По версии самого теолога, двое неизвестных таким образом намеренно заманили его в машину. Начали наносить удары электрошоком и удары ножом в область, стараясь нанести удары в область шеи. Нападавших было двое, и один из них кричал «Аллаху Акбар!» Муртад. Я отвечал то же самое, начал кричать «Аллаху Акбар!» и ввел их в небольшое недоразумение. Они продолжали носить удары ножом и старались запихнуть меня на заднее сидение. Я сумел выскочить из машины. Раненый добежал до ближайшего базарчика и, потеряв много крови, обессиленный упал на землю. Уже потом его увидели прохожие и вызвали милицию. В своем аудиообращении Адыр Маликов отмечает, что это было целенаправленное покушение со стороны радикальных группировок, связанных с ИГИЛ. Летом этого года террористические группировки, принадлежащие к ИГИЛ, вынесли хуком вердикт о моем физическом устранении со стороны города Рака. И также, помимо меня, еще одного эксперта, теолога, шейха на территории Казахстана. Это информация стопроцентная. Двоюродный брат Маликова Тимур также уверен, что покушение связано с его профессиональной деятельностью и жесткой позицией в отношении ИГИЛ и такферистской идеологии. Последние два месяца теологу угрожали. Неизвестные установили за ним слежку возле его дома и мечети, куда ходил Маликов. Потому в последнее время он избегал публичных выступлений. Нам бы хотелось, чтобы МВД правильно оценивало ситуацию, потому что замалчивать и пытаться от нее уйти в сторону приведет к еще большим проблемам. Между тем, у МВД другая версия. Как сообщил пресс-секретарь ведомства, оперативники опросили 25 свидетелей. Вначале, якобы между пострадавшими и неизвестными, произошла словесная перепалка. В итоге уголовное дело возбудили по статье 234 «Хулиганство». Мы установили личность родителей, родственников и на собой находятся в бегах. По данному факту, по статье 234 «Хулиганство» и проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по задержанию подвиженных лиц. Хадыр Маликов был госпитализирован в реанимацию Бишкекского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, где его прооперировали. До сегодняшнего дня находился в реанимационном отделении и сегодня, 27-го, в 19 часов переведен в отделение нейрохирургии нашего научного центра. В данное время состояние больного средней тяжести, но стабильное. Давление стабильное, гемоглобин хороший. По данным МВД, совершившие нападение жители Бишкека 1986 года рождения, которые якобы занимаются евроремонтом. Если верить пресс-секретарю, их зовут Алибек и Омурбек. Один из них проживал в доме номер 28 Асамбая, родственники второго проживают в жилмассиве Алтынордо, где якобы была обнаружена автомашина БМВ. Сам же Хадыр Маликов уверен, что вчерашний инцидент – сигнал для всех ученых, имамов и мусульман, которые выступают против ИГИЛ и такфиристской идеологии. Он просит власти рассматривать нападение как покушение с целью физического устранения, а не ограбление или разбойное нападение. Нургуль Саматова, Нуркамиль Асанов, Общественный Первый канал.